Ты худший экзорцист на свете. За три месяца работы ты не смогла изгнать даже домового. Я уже молчу про историю с призраком, который преследовал тебя месяц. И про демона мелких неудач, которого ты по ошибке призвала. А твоя латынь ужасна настолько, что бесы разбегаются, лишь бы её не слышать. Мелань, Мел, я исправлюсь, клянусь. Я слышу это третий раз за эту неделю, а сегодня только вторник. Я знаю, я не самая талантливая подопечная. Ты просто убогая. Я устала с тобой возиться и отмазывать тебя. Как твой наставник, я выслушиваю за каждое твое фиаско. Хватит с меня. Ты же не увольняешь меня? Я бы хотела, но нет. Глава гильдии даёт тебе последний шанс. Ещё раз накосячишь, тебя вышибут. И сотрут память? Естественно. Пожалуйста, не надо. Я всё поняла. Я буду стараться. Я пойду на всё. А может, пора признать, что это просто не твоё? Вернись к обычной жизни нормального человека. Найди работу, заведи парня или кошку. Короче, признай, что экзорцист из тебя никакой. Нет. Мне дали последний шанс, и я им воспользуюсь. Избавь меня от подробностей. Просто не на косяч. Я не подведу. Завтра тебе приведут одержимого. Справишься – останешься. А если нет? Можешь не продолжать. Я справлюсь. Дорогой дневник. Я действительно худший экзорцист на свете. После разговора с Мэл я решила, что мне необходима помощь. Я пыталась призвать демона-исполнителя желаний. Я сделала всё, как в книге, но он не появился. И, похоже, Мэл права. Мне просто надо вернуться к нормальной жизни. Но я этого не хочу. Поэтому, мой дорогой дневник, когда мне сотрут память, ты поможешь мне её вернуть. О, как трогательно. Рыдаю от умиления. Ты кто? Обойдёмся без имён, ладно? Что ещё за шутки? А ты точно экзорцист? Тебе не хватило сил меня материализовать. И твоя латынь действительно ужасна. У меня получилось! Удивительно, но факт. Сам в шоке. Смейся, смейся. Ты в моей власти. Едва отправив это сообщение, Алиса вздрогнула, услышав грохот. Книжная полка за её спиной свалилась на пол. Да ну. Но у меня есть три желания. Ага. И мучительная смерть в финале. Если что, я читала примечания, написанные мелким шрифтом. И я в курсе, что как только я загадаю третье желание, моя душа уходит в твоё распоряжение. И всё равно призвала меня? Да. И? Твоё первое желание? Помоги мне попасть в десятку лучших экзорцистов гильдии. А на каком ты месте? Я номер шестьдесят шесть. А сколько у вас там всего? Шестьдесят шесть. Чудненько. Завтра очень важный день. Если я провалю задание... Дай угадаю. Тебя выпрут из гильдии. Но я же его не провалю, верно? На какие глупости ты тратишь свою жалкую жизнь? Ты уверена, что это твоё настоящее желание? Может, ты хочешь денег? Или власть? Хочешь, убью всю гильдию? Станешь номером один. Нет. Я просто хочу стать хорошим экзорцистом. Как пожелаешь. Кстати, а почему ты общаешься со мной через сообщение? Потому что кто-то прочитал заклинания с ошибками. Так что я не смог материализоваться. И мне пришлось искать обходные пути. Конечно, я бы мог шептать тебе прямо в ухо. Но, боюсь, твоя нежная психика бы этого не выдержала. А ты не должна умереть, пока я не выполню все твои желания. Замечательно. Осталось только расписаться. У Алисы зашумело в ушах, а потом из носа, заливая телефон, пошла кровь. Она не сразу сообразила, что делать, но затем вывела свою подпись кровью на экране. Контракт вступил в силу. Продолжение следует...